Ненецкий округ хочет избавиться от вторых смен в школах к 2021 году. Администрация региона на очередном заседании утвердила региональную программу о создании новых мест в школах в соответствии с современными условиями. Документ главным образом направлен на обеспечение к 2021 году односменного режима обучения. Сейчас образовательный процесс организован в две смены. В трех городских и четырех сельских школах. В 2015 году численность ребят, занимающихся в регионе во вторую смену, достигла 593 человека или 10% всех учеников. При существующей инфраструктуре, с учетом демографического прогноза, количество занимающихся во вторую смену будет увеличиваться и в дальнейшем. В ходе реализации проекта должны быть решены задачи по обеспечению односменного режима обучения учащихся с 1 по 11 класс общеобразовательных организаций и переводы обучающихся в новое здание общеобразовательных организаций с износом более 50%. Программа рассчитана на два этапа. Первый этап – 2016-2020 годы, второй этап – 2021-2025 годы. В этой связи уже в нынешнем году планируется ввод в эксплуатацию школ в Красном на 300 мест и в Нижней Пёше на 100 мест. В 2017 году за счет внебюджетных средств будет произведен капитальный ремонт школы в селе Коткино. Также планируется ввести в эксплуатацию школу-сад в поселке Харута на 50 мест, в селе Тельвиска на 100 мест и в Индиге на 150 мест. На 2018 год запланирован ввод в средней школы в Харуте на 60 мест. В 2019-м планируется введение школы в новом жилом микрорайоне на улице Авиаторов на 700 мест и в поселке Искателей на 860 мест. В 2020 году новые школы откроются в Ниси, Оксино и Нельминосе, а также школа-сад в поселке Бугрино на 60 мест.